Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! Этот короткий урок будет посвящен законам, законам дня до Песоха. У нас будет с Божьей помощью отдельный урок, который будет посвящен именно законам Пасхального Саидора. Мы уже с вами готовимся, слава Богу, больше недели. И, на мой взгляд, целый урок стоит посвятить именно день до Песоха. День до Песоха включает в себя, значит, день начинается вечером, небеский день. В этом году Песох начинается в среду вечером. Значит, мы сейчас коснемся, что начинается во вторник вечером. В вторник вечером — это уже настоящие поиски хомоца. Со свечкой принято вечером, когда уже стемнеет. Многие люди сначала молятся Марьев. Это не обязательно, но это как бы принято. Многие люди сначала молятся Марьев, когда самое раннее время, когда можно молиться Марьев. И потом на то, что называется бдикас хомоца. Общепринятый еврейский обычай. Даже если у вас в комнате все прибрано положить десять кусочков хомоца. Там есть очень интересные объяснения, почему именно десять. Некоторые приводят параллели с десятью сыновьями Амана. То есть это десять как бы каких-то основной чистоты духовной. И мы кладем символически десять кусков хомоца. И надо внимательно, во-первых, надо записать, куда вы их кладете, чтобы потом не было смешных историй. Во-вторых, аркидские хомоца желательно, чтобы они были не куски, которые крошатся. А еще лучше, если их забернуть во что-то или фольгу, или в какой-то пластиковый какой-то кулечик, чтобы они не оставили у вас крошек. Потом мы делаем бдикас хомоц со свечкой. В наше время, учитывая, что мы не привыкли пользоваться свечками, если вам тяжело со свечкой, вы можете взять фонарик. Некоторые говорят, начать все-таки со свечкой, потом с фонариком. Как вам легче? Принято, значит, сначала мы зажигаем свечку, и потом мы говорим браху. Есть специальная браха. Албир хомоц. Она в Сидуре есть. После того, как мы сказали браху, надо сразу начинать приступать к именно этих поискам хомоца. Кстати, нельзя ничего делать до того, как сделаете эту митцву. То есть, если у вас вечером там что-то запланировано, надо постараться начать вечер именно с этой митцвы. Даже нельзя садиться поужинать. Вы можете что-то перекусить, но когда сесть поужинать, вы не можете, пока вы не сделали эту митцву. Итак, мы говорим, зажигли свечку, сказали браху. И желательно не говорить до того, как вы не закончите эту проверку на комикс. Обычно стандартная милейская семья, которая уже неделями проверяли, уже все прибрано. То обычно, что надо делать, просто пройти еще раз ваши семьдесят три комнаты, слава богу. Просто проверить, может, вы что-то забыли проверить. Если вы знаете, что тут уже прибрано, все чисто, все, просто пройти и проверить. Вот, может быть, мы этот шкафчик забыли, может, мы этот ящик забыли. То, что продается, то, что вы продаете на пейсах неевреям, оно должно быть закрыто и отмечено. То есть, недостаточно просто сказать, что вы продаете, оно должно быть закрыто, чтобы вы недавно в пейсах это не открыли. Если это комната, если это какой-то шкаф, значит, оно должно закрыто, закупорено, может быть, наклеить что-то туда. И вы знаете, что это уже продается. После того, как вы закончили, с позже помощью вы нашли все десять кусков, вы говорите специальные слова, там написано, они написаны на арамейском, желательно сказать на том языке, который вы знаете. Я подозреваю, что арамейский, это не самый близкий к вам язык. Поэтому на русском языке скажите, что вы все, что вы не нашли, вы делаете, аннулируете. Любой хамец, любое квасное, то, что вы не нашли, оно аннулируется. Оставьте себе что-то покушать, но это конец вашей бдики. Теперь, нежелательно, очень нежелательно есть какой-либо горячий хамец 24 часа до Песаха. То есть, Песах начинается с ханисейды, получается, начиная со вторника вечером, вы можете кушать хамец, приятного аппетита, вы можете кушать, доедать остатки, не кушать горячее, то есть, не кушать там горячую какую-то пиццу, сделать себе какой-то горячий бутерброд, потому что горячее, оно занимает целый день, как бы избавиться от этого, поэтому горячее не кушать. И теперь вопрос, это поговорится про нормальные природные зубы у кого-то, так тоже не принято кушать горячее. Есть у кого-то вставные зубы, задают вопрос, что делать. Ну, конечно, самые-самые религиозные люди, конечно, специально покупают отдельный набор на Песах, но не все же на таком высоком уровне, чтобы прокошировать зубы, надо, соответственно, их хорошо почистить. И вы тоже самое, вы не пользуетесь, не пользоваться горячим хамецом, конечно, 24 часа. Вы можете ими пользоваться, этими зубами, просто если вы не пить горячий чай, ничего горячего, не пить 24 часа. И потом, если вы можете их облить горячей водой, это хорошо, если вы будете, что они поломаются, просто окунуть максимально горячую воду, которую вы можете окунуть, эти просто там, то есть как мы и кашируем, собственно говоря, посуду, точно так же прокошировать. И все. И если вы же очень переживаете, просто не кушайте вы, если вы очень переживаете, не пить очень-очень горячий чай на Песах, тогда вообще никаких проблем не будет. Вот. Но надо не забывать, что вставные зубы, они не могут быть значительно хуже настоящих. У всех людей есть природные зубы, и слава богу, все мы кушаем на Песах, приятного аппетита. Это что касается вставных зубов, это зубы и не кушай горячий хамец. На следующее утро, принято пораньше встать, потому что времени мало, на следующее утро Шахарис, не читают во время Шахариса псалом Мизмар-Лесоида, тот псалом, который Нусах Свард, его читают после Борох Шомар, там маленький псалом, мы его не читаем, потому что Тойда, это приношение, в себя включало хлеба, и хлеб нельзя приносить в Песах, поэтому, начиная с дня до Песаха и без Песаха, мы не будем читать этот псалом, если вы читаете псалмы каждый день, сам псалом, как псалом, можно читать, мы просто не читаем, как часть, именно как часть молитвы, мы не читаем псалом Ламна-Цех, после Шмана-Цеха, там между Ашлей и Уволацией, он тоже пропускается, этот псалом. Это что касается именно молитвы. Теперь, день до Песаха, написано в Шуханархе, есть обычай, что первенцы постятся, первенцы, некоторые говорят, что это именно мальчики, хотя в Египте есть разные медиши, но обычай именно первенцам, это именно первенец, который именно мальчик, который родился, и общий, во многих синагогах специально делают, завершают какую-то трапезу, делают торжественную трапезу, завершают какой-то трактат, и если вы пойдете в синагогу, вам сделают съем, вы побывали на этом съеме, этого достаточно, если тем более, если там в синагоге какая-то другая трапеза, обрезание, если по какой-то причине у вас ничего-то не получилось, надо поститься, однако, надо иметь в виду, что приводится, что если из-за этого поста вы не сможете правильно исполнять все митвы пасхального сейдера, так вы можете не поститься, то есть, особенно люди, которые более пожилые, которым тяжело, очень легко кого найти оправдания, не поститься, не поститься в этот день, поэтому надо опять-таки по ситуации решать. Законы именно Хометса, первые три световых дня, четыре дня можно их даже кушать, в каждом городе, пожалуйста, посмотрите, это зависит от города, от страны, но более-менее около десяти часов по нашему времени вы можете его кушать, потом еще один час вам дается, чтобы его сжечь, когда вы его сжигаете, после того, как вы его сжигаете, надо еще раз сказать, что даже тот Хометс, который я не нашел, я его тоже аннулирую, я от него избавляюсь, все, значит, вы избавились от Хометса, предварительно, если вы кушали утром Хометс, почистить надо зубы, прополоскать рот, и все, мы уже избавляемся полностью от Хометса. Между прочим, надо не забыть, у многих людей в пылесосе, надо поменять зависимость вашего пылесоса, там у вас очень часто много будет крошек и так далее, не забудь выбросить в мусорник, освободите ваш пылесос перед этим временем. Теперь интересно, что, учитывая, что Пейсах, жертвоприношение пасхальное, мы приносили день до Пейсаха, то дай Бог, чтобы мы таких удостоились в этом году, в любом случае, в этом году это выпадает, получается, в среду. В среду это тот день, когда еврейский народ должен приносить жертвоприношение Пейсах, и поэтому после полудня, когда его таки приносили, это праздник. Любой человек, который приносит жертвоприношение для него, это праздник, поэтому в Пейсах, день до Пейсаха нельзя делать какую-либо работу, серьезную работу, это включает в себя стирку, стрижку. Если вам надо постираться, вы должны постираться первой половине дня, после полудня уже не достричься, если вы не постриглись, вы можете пойти в нееврейскую парикмахерскую и постричься. Ногти желательно тоже постричь до полудня, однако, если вы не постригли ногти до полудня, вы можете сами ногти постричь, и душ, все-таки, водные процедуры, это можно после полудня тоже принимать, и, совместно, это не включает в себя запреты приготовления еды, это как холомоид примерно, то есть можно готовить еду, можно ездить на машине, если вам надо, приедут сходить в МИКУ, то есть это запреты именно работы, не такие, как суббота и праздники, это серьезную работу запрещено делать. Дарья не забыть вещи, которые подготовить надо на пасхальный сейдер, приготовить соленую воду, приготовить, поджарить курицы, кусток куриц на кайру, то есть все это надо приготовить, в этом году, учитывая, что пасх выпадает на четверг и пятницу, и потом плавно переходит в субботу, соответственно, вы захотите готовить с праздника на субботу, даже интересно, интересно, даже те люди, которые ничего не готовят, но свечи, женщина точно должна будет зажигать субботние свечи, даст Бог в пятницу, поэтому, по идее, мы не имеем права готовить с одного праздника на другой. Между прочим, даже два дня праздника, то есть вот два дня Песоха, вы не можете что-то готовить с четверга на пятницу, тем более, почему же вы можете будете готовить на субботу. Специально есть митцва, мудрецы постановили, и можно целый урок посвятить, как оно все работает, но оно работает, что если вы сделаете то, что называется эйруф тавшилын, вы тогда сможете делать не только с праздника на праздник, вы сможете готовить пищу с праздника на субботу. Понятно, что этот эйруф тавшилын вам не может дать больше дела, чем в сам праздник, то есть то, что вы в праздник, в обычный праздник вы можете делать, подогревать еду, жарить еду, увеличивать огонь, это вы сможете сделать даже, если вы это делаете для субботы. Как делается эйруф тавшилын? Идея эйруф тавшилын, что вы как бы заранее начинаете готовиться к субботе, значит, в среду, эра Песох, возьмите, принято брать вареное яйцо, потому что это самая простая вареная вещь, которую вы можете взять, взять вареное яйцо и мацу, то есть надо, чтобы что-то было вареное и что-то, что-то было испеченное. Так легче всего взять просто вареное яйцо и испеченную мацу, взять это и сказать броху, она тоже в субботу есть, жарки дешану помецой савитсивану алмитсас эйруф, и сказать, что таким образом мы можем варить с праздника на Шаббас, надо не забыть это сделать, потому что если вы забыли, там целая проблема, если вы забыли, обычно в каком-то, если в городе вы живете, в каком-то городе, скорее всего, раввин за вас тоже это сделал, надо просто будет узнать, я только работаю один раз, не забывайте. Значит, еще раз, надо сделать то, что называется эйруф тавшилын, взять мацу и яйцо, и не надо, чтобы вы его съели в субботу, то есть это отложите в кулечек и в субботнюю трапезу используйте эту мацу, и это яйцо можете на дневную трапезу использовать, это будет то, что вы эйруф тавшилын, и то, что же надо важно, хорошо выспаться, потому что все это, надо не забывать, что то, что мы делали уже две недели, это приготовление, конечно, это важное приготовление, но надо не забыть, что основная митва все-таки это именно пасхальный сейдер, кушать мацу, рассказывать об исходе из Египта, пить бокалы, но об этом, даст Бог, мы услышим, я постараюсь дать отдельный урок, пока что, до свидания и до скорой встречи, всего хорошего.